Ну а мы не забываем о том, что у нас на связи Татьяна Рявова с маленькими прекрасными балеринами, которые уже приготовились. И, конечно, сейчас нас просто порадует, видимо, какими-то своими пируэтами. Таня, тебе слово. Друзья, доброе утро, доброе утро, уважаемые телезрители. Посмотрите, мы сегодня пришли в гости к маленьким балеринам. Этим малышкам 2-3 года. Посмотрите, какие красавицы, настоящие труженицы. Так рано сегодня утром встали, пачечки свои надели и уже пришли на занятия. Вот Кристина Алексеевна уже здесь показывает танцы, разные упражнения. А рядом со мной сейчас находится Анита Максименко, руководитель студии русского балета. Анита, доброе утро. Доброе утро. Ну расскажите, пожалуйста, тяжело ли вообще вот таким малышам заниматься в столь раннем возрасте? Я вам открою секрет. Такие малыши, они не очень понимают, что они занимаются. Для них это все игра. Они просто знают, что приходят играть два раза в неделю по 30 минут. Им это очень нравится, очень весело для них все происходит. Конечно, задача педагога в этом случае сделать упражнения, то есть игры, такими, чтобы они максимально приносили пользу. И родители видели результат. Но дети у нас, особенно такие маленькие, они просто играют. Ну а вообще вот такие, вообще рано у вас так проходят занятия? Вот или сегодня специально для нас вы проснулись? Вот прям уже в 7 утра здесь были, готовились? Сегодня мы специально для вас собрались здесь, показать, чему уже научились. Потому что эти малышки у нас занимаются с лета, кто-то с прошлого года. То есть показываем, что уже умеем. А что вообще развивает балет у девочек, если вот начинать заниматься даже вот в столь раннем возрасте? Ну это, конечно же, чувство прекрасного. Это гармоничное развитие. Основа у нас это осанка, потому что осанка это наша спина, наш позвоночник. Это то, на чем держится весь организм, все тело. От правильного положения позвоночника, от ровной осанки зависит положение внутренних органов, кровоток, мозг, все другие конечности. Ну и конечно это положение в обществе, это психологическое ощущение, это эстетическая составляющая. То есть в основном работаем над осанкой. И помимо всего прочего у нас занятия под классическую музыку, чаще всего под живую. Ну уже доказано, что классическая музыка благотворно влияет для мозга, для психики. Отлично. Анита, скажите, пожалуйста, вот сегодня у нас такая тема про девочек, про женщины. Мне кажется, что, конечно, вообще характер формируется вообще там с первых месяцев, с первых лет. А как вот, как вы думаете, вообще вот как вот по вашим наблюдениям, вообще вот в балет приходят девочки такие нежные-нежные? Или все же есть такие, знаете, уже дети такие с характером девочки? Ну, вы знаете, образ балерины, он вообще уже устоявшийся очень там в головах людей. И вы, когда говорите балерина, вы уже представляете перед собой красивую статную девушку, стройную, с выдержкой, с, конечно же, характером. То есть она сильная? Конечно, сильная. И к нам приходят совершенно разные девочки. То есть приходят абсолютно нежные, трогательные, и им очень нравится музыка, плавные движения, красивые приходят. И такие девочки с характером, девочки от Орвы. Ну, такие, они меняются через некоторое время. Мамы подходят и говорят, что вы сделали с нашим ребенком. Она говорит, спасибо и пожалуйста. Она ложку держит уже как-то так красиво, вальяжно. То есть манеры прививаются. Становятся девочками, девочками. И последний вопрос к вам, Анита. Скажите, пожалуйста, а как вот вы думаете, женщина все же, она должна быть сильной или слабой? Я думаю, сила женщины в ее слабости. Спасибо вам огромное. Ну что, дорогие друзья, посмотрите на эту милоту. Мы сегодня благодарим всех этих милых девочек, которые сегодня пришли так рано позаниматься балетом. Чувство прекрасного, прямо с утра. Это же чудесно. Вам, Анита, спасибо огромное. Спасибо огромное. Мы сегодня говорим также и Кристине Алексеевне, преподавателю. Ну, а я, коллеги, передаю вам слово. Вы только посмотрите на эту красоту. Давайте еще полюбуемся немножко. Таня, вместе с тобой смотрим, умиляемся. И, конечно, сложно назвать это занятиями балета, скорее игра в балет. Но то, что это вот история совершенно прекрасная, которой надо приобщать детей. Посмотришь и просто захочешь себе еще ребеночка. Или заняться балетом. Спасибо.